Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 6 июля Владимирский собор Задонского Рождества Богородицкого Мужского Монастыря отметил свой престольный праздник. Подробнее об этом и других событиях минувшей недели смотрите в рубрике «Епархиальные вести». В субботу 6 июля в Владимирском соборе Задонского Рождества Богородицкого Мужского Монастыря состоялось архиерейское богослужение. Сослужение епископа Елецкого и Лебедянского Максима, епископа Усманского Ефимия и духовенства епархии митрополит Липецкий Задонский Никон совершил божественную литургию в честь престольного праздника собора. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь и отца и причасть святого духа будет со всеми вами Благодарим Господа Владимирской иконе Божьей Матери посвящены три дня церковного года, каждый из которых напоминает о милостях причистой девы, явленных русскому народу. 6 июля отмечается избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 15 веке. В богослужебных песнопениях, составленных в честь этого события, говорится о грозящей опасности и радостной встрече почитаемого образа. Дней, светлой красавице, славнейший град Москва, Я, козорю солнечную, восприявшей владычице, чудотворную твою икону, Книже ныне мы, притекающей и молящейся, тебе взываем сице, О, причудная владычице, богородице, Болись истиме во плащедному Христу Богу наше, Божья Матерь сама иногда приходит, А чаще все-таки она надеется, что мы сами придем, откроем свое сердце, внесем в свой дом ее икону, внесем в свой дом Акафист, начнем ей молиться, всех скорбящих радостей, отолимая печалью, Владимирская, Тихвинская, скоропослушница, экономистца, Божья Матерь помогает, и столько Акафистов, и непрестанно мы должны к ней обращаться, непрестанно мы должны ей молиться, очищая свои сердца. Она увидит наше старание быть целомудренными, быть добрыми, прощать, любить, молиться. Она увидит наше желание служить ее сыну, мы обязательно нам поможем. По традиции, в честь престольного праздника обители священнослужителей и миряне прошли вокруг Владимирского собора крестным ходом, прославляя песнопениями небесную царицу и ее всеблагого сына. Господи, Господи, с престольным праздником! Спасибо, Господи! Благодарю, Господи! Сопровождаемые перезвоном колоколов, крестоходцы завершили шествие, вернувшись в храм, где Владыка Ефимий поздравил верующих с праздником и обратился к ним с отеческим наставлением. Мы молимся, Матерь Божия, чтобы она нас в первую очередь вразумила, открыла наши умные очи, умные глаза, чтобы мы понимали, что в жизни отымется, что не отымется, что важнее, что второстепеннее. Но это не значит, что в остальные дни мы должны оставить молитву. Мы должны на каждый день, на каждую часть помнить о Боге. Как говорил Серафим Саровский, труд в руках, а молитву на устах подчеркивает то, что всегда можно молиться, выполняя какие-то обязанности по работе, выполняя какие-то дела по дому, мы всегда можем мыслями обращаться к Богу. Владимирская икона стала одним из множества образов Божьей Матери, через которые она являла свою благодать, оберегая народ от напастей и грея материнской заботой сердца православных христиан. В понедельник, 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, мы посетили детский оздоровительный лагерь «Елочка», где руководитель отдела по вопросам защиты семьи, материнства и детства Липецкой епархии Иерей Алексей Шумаков встретился с детьми для беседы о святых покровителях любви и семейного союза. Здесь находятся дети с приемных, опекунских семей и дети с учреждений господдержки детства, с детских домов нашей области. То есть дети, для многих из которых тема семьи, она очень болезненна, грустна, и им тяжело об этом вспоминать. И мы выбрали именно это место для того, чтобы провести праздник именно здесь, чтобы детям подарить свет любви, свет веры, свет надежды. И чтобы рассказать им о том, что семья – это не только то, что у них было, что они потеряли и то, что они видели, но это то, что придется им создать, это то, что придется им сделать. Семья – это их отряд, семья – это их лагерь, семья – это место, где они живут. И наша цель – подсказать им о том, что семья создается только добром, и зеждится эта семья на добре, а имя этому добру – Бог. В рамках этого дня, и не только этого дня, мы стараемся организовать встречи со священнослужителями. С отцом Алексеем очень тесная взаимосвязь у нас, который приезжает, постоянно встречается с отрядами, именно с ребятами государственной поддержки детства. У нас у ребят, которые со вторых тербунов, есть свои священники, которые приезжают к ним, они многие посещают храм, и вот эти духовные беседы, беседы о нравственности – это очень важная составляющая воспитательной работы, в том числе нашего лагеря. В 2008 году День Святых Петра и Февронии стал государственным праздником – Днем Семьи, Любви и Верности. В его честь в оздоровительном центре состоялся праздничный концерт для детей из летних лагерей «Елочка» и «Чайка». Гостей и участников мероприятия приветствовали представители районного отдела образования и священнослужители Липецкой епархии. Концертную программу праздника составили яркие танцевальные и вокальные номера, исполненные ребятами из двухлетних лагерей. Надеемся, что концертные номера, посвященные празднику Семьи, Любви и Верности, оставили хороший след в сердцах гостей мероприятия, а святые благоверные князья Петр и Феврония станут ребятам в будущем отличным примером при подготовке к семейной жизни. В рубрике «Благофестники» смотрите репортаж о настоятеле Иоанна Богословского храма села Карамышево Грязинского района, протерея Николая Староватых. На протяжении 14 лет настоятелем Иоанна Богословского храма села Карамышево Грязинского района является протерея Николая Староватых. Батюшку сейчас знают многие, в том числе и за пределами Липецкой области. По благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона он молится о беременных и бесчатных. 16 июня отец Николай отметил 80-летний юбилей. Свой путь к Богу он начал в сознательном возрасте. Батюшка считает, что Господь вел его к священству всю жизнь. Закончил школу в 57-м году. Окончил, пустил аттестат и поступил в Тамбовское авиационное радиоцентрическое училище, которое окончил в 360-м году. Был назначен для прохождения службы офицером, звание лейтенант на Урал. Служа уже в Свердловске, в 1669 году окончил киевское высшее инженеры ратиньской училищи. Вернулся для прохождения службы в Свердловск, служил там, потом передвигался в пределах Уральского военного округа. В дальнейшем был назначен для прохождения службы на Камчатку, служил там. В дальнейшем назначен был с повышением в Приморье, служил там. И был переведен для прохождения службы на Украину в 1982 году. Там окончил службу, уволен в звании полковник. За это время, проходя службу, окончил академию ПВО в городе Калинине и оказался по увольнению в Одессе. Отец Николай провел в Одессе 23 года. Несколько раз в своей жизни он задумывался о том, чтобы стать священником и посвятить себе служению Богу. Вопрос этот приходил ко мне в разные периоды жизни. Во-первых, в детстве, но мама отвела от этого. Дальше уже, находясь на службе в СССР офицером, в званиях старшего офицера, я иногда возвращался, как так получилось. Но отклоняется этот вопрос, поскольку он не мог рассматриваться никак. Тем не менее, периодически с интервалом примерно 5 и более лет он возникал снова. И когда я уволился из Советской Армии, жил в Одессе, он стал возвращаться чаще. После долгих раздумий в 2003 году отец Николай вернулся в Россию, где его жизнь изменилась кардинально. Меня давно ждал благочинный Грянско-православного округа, протерель Аксей Богодеев. Я приехал. Он говорит, ну что, я приехал полностью. Но уже очень поздно. Сколько тебе? Я вам сказал, 64. Очень поздно. Что делать будем, Гарш? Что решите? А что предлагаешь? Ехать в Задонск. Сказать, что вот я с рекомендациями священников из Одессы на рукоположение дополняет меня благочинный Грянского округа и привод Задонск в монастырь. И так я оказался в Задонске. В Задонске я пробыл чуть более полугода. И меня рукоположили с назначением сюда, в Карамышево, на строительном храме Антонского слава Карамышева. Так с 2005 года отец Николай является настоятелем прихода. Его трудами в храме были окончательно закончены реставрационные работы и проведено отопление. Все шло своим чередом, но через некоторое время к батюшке обратились две женщины с весьма необычными просьбами. Примерно через полтора-два месяца ко мне стала обратиться беременность с просьбой помолиться о них сугубо. Формулировка вот такая именно. Помолиться о нас сугубо. Их было две. Одна, потом вторая. Я имел постоянно такие контакты по всем вопросам, которые возникали передо мной с благочинным. Протеем Алексеем Богодеевым. Меня, конечно, это смутило. Почему такая формулировка? Четкая, лагонистская, которая нужна им. Я же этим не занимаюсь специально. Я приезжаю к нему и говорю, отец Алексей, как понимать, обращаются беременные с просьбой помолиться о них сугубо. Расскажи в деталях. Я рассказал. Одна, потом вторая. Он говорит, понимаешь, это вообще очень серьезный вопрос. С этого момента благословения митрополита Липецкого и Задонского Никона отец Николая стал молиться за беременных и бесчадных, которые обращались к нему за помощью сначала из соседних деревень, затем из других мест Липецкой области. Сейчас его знают во многих городах России. В 1917 году, обратившись к нам, беременные, родили 1212 младенцев. Это же такая цифра красивая. 1212. Поэтому, конечно, я благодарен Господу, что он меня привел к конкретному назначению. Я не понимал и упирался, но меня, в прошлом Божьем, Господь подправлял меня. И, слава Богу, получается. Мы часто не догадываемся, какими путями Бог ведет нас к спасению. Для отца Николая стало ясно, что главное довериться воле Господа и принимать с благодарностью то, что подает нам милосердный Отец Небесный. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный видеоклип «Петр и Феврония», посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Исполняет московский мужской хор «Пересвет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова